Так, привет, привет, Мария. Подай голос, пожалуйста. Всё, получилось. Вот она я, здрасте. Привет, привет. Значит, у меня там вроде записывается. Потом я попрошу, чтобы он лишние куски убрал, которые там ожидания и прочее, десятые. Да, да, да. Я очень хотел с тобой поговорить на тему, что такое, ты же математикой занимаешься, что такое ноль. И как из этого, я думаю, вообще математики понятия нуля понимают мир ощущенческий, потому что они иногда бывают в состоянии пустоты в голове. Базовая основа. Но если бы человек не испытывал никогда ощущение одновременного присутствия и отсутствия, не плюс, не минус, но ноль как раз-таки, если бы он это не ощущал в мире, а ощущенчески, как собаки запахи ощущают, как визуалы, картины образные ощущают, как кинестетики тактильные ощущения ощущают, как слуховые ощущают слуховые. Если бы нуля не было в мире ощущений и математика, как бы он мог понимать ноль, как бы он мог вообще мыслить этими категориями, писать там уравнение, ноль там в числах и так далее. Я думаю, что у людей вот это может быть понятие нуля в мироощущении своём, то отсутствие чего-либо, ну отсутствие диалога внутреннего, отсутствие каких-то шаблонов мышления и так далее, когда пусто в голове. Ну дефолт работы мозга, говорят. Мы говорим, это нейтральное состояние сознания, или свободное состояние сознания. А Будда говорил о нирвании. Да. В японской медитации дзен, в исламе там фана, ну это пустота и одновременно у шофи в состоянии с Богом. Так вот я хотел на эту тему с тобой поговорить, что ты думаешь, потому что ты же делаешь там нейрографику ещё. Да, вот у меня тут вот как раз висит одна из последних моих работ, это на самом деле шарф, и он сделан так, чтобы его носить вот с платьем прям, тут вот и платье, и к нему, значит, вот так вот. Но это... Ближе как-то можешь придвинуть, показать? Ну тут... Вот. Это ты на чём, на шёлке делаешь? На чёрном шёлке, да, это чёрный шёлковый платок, и на нём, на самом деле, я могу вот даже вот так просто показать, это большой вот такой вот платок, и на нём это как бы развитие сюжета идёт. Вот интересно как, интересно, да. Тут вот начало, вот начало тут, и оно как бы вот так вот, вот так движется вот сюда вот, потом и сюда вот приходит. Да-да-да, как интересно. Развитие жизни, оно вот так вот происходит. Ну вот там как бы я по принципам нейрографики занимаюсь, то есть когда ты входишь в состояние такого потока и о чём-то думаешь, мысли реализуются, а параллельно ещё вот воплощение какой-то мысли я просто представляю картинкой, ну, кругом или там линией какой-то. Поэтому фактически это побочный продукт того, что вот я себе представляю. И это вообще не связано никак. То есть я могу только сказать, это вот дом, а это вот там человечек в этом доме, а там это всё кружочки у меня тут, и какие-то точечки, и что-то такое. Вот поэтому... То есть ты, образно говоря, мыслишь вот такими образными представлениями и просто делаешь как автоматическое письмо. Ну, Пушкин там рисовал женские головки, свои патлетики, когда думал о своих произведениях на Страилска. А ты вот, когда о чём-то думаешь, у тебя в мироощущении вот такие образные... То есть у тебя модальность такая зрительная, да? Я вижу картинки, ну, представления, то есть как бы как кино, что в жизни происходит. Там люди переехали, новая квартира, ребёнок родился, там всякие такие вещи. То есть я вижу прямо... Ну, нормальное кино человеческое. А рисую, при этом рисует рука вот это. А, то есть ты как бы перекодировку делаешь, да? Это твой язык, твоей внутренней речи, да? Да. Вот когда ты о чём-то думаешь или говоришь со мной, например, в данном случае, а у тебя вот это в таких символах. Да, то есть я воплощаю, я как бы в мыслях придумываю, воплощаю, посылаю этот посыл в мироздание, вернее, но это резонанс, мы же часть этого большого сознания. И это вот как бы можно делать без рисования, но без рисования я всё время отвлекаюсь. Я понял. Вот сейчас мы перейдём к главной теме. Я, значит, абсолютно уверен, что разные люди, вот НЛП этим занимается как предметом, что они имеют разные модальности восприятия. Кто-то воспринимает мир ощущенческий в звуках, кто-то воспринимает в зрительных ассоциациях, кто-то воспринимает в тактильных кинестезических ассоциациях, кто-то ещё как-то... Вот я когда делал волшебную таблетку, я там... Это для примера. Я там говорил, что представьте себе виртуально таблетку, горькую, апеллируя, адресуя ко вкусовому анализатору, белую, что она горькая, белая, круглая, что она тактильно шершавая, что она маленькая. Ну, короче говоря, адресовал разным анализаторным системам, и чем больше анализаторных систем задействуются на объекты повествования, тем больше и больше человек погружается в эту реальность, о которой ты говоришь. Ну, это хорошо, и НЛП-сты знают, кто НЛП занимается, коммуникации кто изучает и использует. Так вот, я считаю, что мы можем создать общий язык для всего человечества, именно используя состояние нуля, потому что это состояние нуля, это не задействованное куда-то состояние, а универсальное, базовое для каждого человека, независимо от его модальности. Вот у математиков это ощущение нуля позволило им понимать, что такое ноль, цифра такая. Да, и поэтому налог о человечности, о которой я говорю, что там переход из суеты мысли, допустим, из шторма к стилю, к этому беспрежному, бесконечному, безвременному, там, где нет тебя, там, где есть вот эта нирвана, там, где есть эта фана или дзен, оно у всех есть. И на этой основе как раз-таки и можно создавать коммуникацию, потому что от нуля до любой точки легче дойти, чем будучи где-то задействованным. Например, я не знал, что я могу рисовать. Я думал, вот это творчество художников, это не я, это не моё. А вот когда я делал упражнение по ключу, я вышел на состояние такой пустотности и мечтал, что вот будут ко мне приходить девушки и девицы, какой я диву сотворил. И когда я замечтался на состоянии нуля, то есть когда я соединил там свою мотивацию с другой мотивацией через состояние нуля, вдруг у меня появилось освобождение от блока и отчуждение от этого образа деятельности, я вдруг почувствовал, ну хочешь рисуй, кто тебе мешает. Я освободился от блока отчуждения. То есть люди просто не пробуют, не пробуют на состоянии нуля или близко к нулю мечтать о желаемых переменах в себе и в своём будущем. Например, рисовать или там быть музыкантом или там быть танцовщиком или быть ещё... Но они не мечтают, потому что с этой нулевой точки до любой точки деятельности легче, чем будучи печником или, допустим, будучи пианистом, просто мечтать о том, что ты можешь быть там садовником с удовольствием. До этой точки трудно дойти, ты уже задействован, а через ноль ты можешь легко везде пройти. Так. Андрей, я готова к доске выйти и нарисовать вот эту схему в математических, ну, грубо говоря, в системе декартовых координат. Вот просто вот то, что вы сказали, и мне в голову пришли эти же самые картинки. Вот смотрите, у меня тут как раз доска. У нас тут... Давай, нарисуй, пожалуйста, нарисуй, пожалуйста. Я прям сразу в афломастер, значит, беру себе. Тряпка, все старое я смываю, смываю. Немножко хитро, когда долго не рисуешь. Сейчас я бы... Значит, то, о чем вы говорили, вот это, значит, художник, ну, он может быть, условно говоря, хорошим художником, очень хорошим художником, но неважно, вот он по этой оси бегает. Вот это вот люди, которые совсем не рисуют, ну, про какие-то оси, про какие-то, значит, вот эту ось как временная ось, как ось творчества художника. А тут, значит, у нас находится печник. Тоже, ну, где-то там у них ноль, которые вот только учатся. Вот дальше он там потихоньку начинает усовершенствовать свои навыки, там всякое такое. Я не знаю, что там минус означает, наверное, что-то означает, но даже не в этом сейчас дело. Вот давайте от нуля как бы будем смотреть. Вот на этой оси ноль. Это вот, значит, у нас художник. А это печник. Ну, и на самом деле есть же много еще разных других видов деятельности. Ну, там, учитель, врач. Начальник какой-нибудь, да. Начальник, да. Ну, в общем, надо взять чиновника, надо взять, потому что мы хотим для всех сделать сейчас какое-то просвещение. Открыть глаза, чтобы люди и чиновники тоже стали думать о людях. Да, и вот абсолютно согласен. Вот, но тут, значит, как вот от этого, вот, скажем, вот от этого печника, да, очень хорошего печника, вот здесь он, например, находится, да, как попасть вот на художника, ну, хоть на какого-то, хоть как-то. Тут это расстояние, оно немыслимое вообще. Ну, попасть имеется в виду, чтобы он открыл у себя этот талант. Да, чтобы он открыл у себя этот талант. Вот это кажется... Потому что ему кажется, что это совсем другая деятельность и никакого отношения ко мне не имеет. У него такой барьер. Да, но можно рассмотреть совсем другую математическую модель. Можно рассмотреть вот такую многомерную, но я сначала трёхмерную нарисую. Ну, как вот у нас х, ух, 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 ух. Три оси. Вот у них ноль тут общий. Понимаете? А на самом деле вот то, что мы можем... Видно там хорошо. Видно видно. То, что мы можем представить себе как трёхмерную, но это же трёхмерная, это же обобщение двумерной. Значит, тут х, ух тут было у нас. А вот. А значит, от двухмерной мы переходим к трёхмерной. Ну, это же просто. Ну, в принципе, если была бы ещё одна ось, но нарисовать я её не могу вот по-настоящему в пространстве, но чисто формально я могу что-то такое нарисовать с четырьмя старелками. Вот это у меня будет ось. Тут ноль, тут будет икс, игрек, там, зет, там ещё какая-то буква, я не знаю. Ну, в общем, сколько угодно я могу осей таких нарисовать. И получается, что они у меня, как только они у меня все склеиваются в нуле, вот же здесь у меня художник, а вот же художник, он где-то здесь, а тут вот у меня печник. Ну, так тут, так сказать, вот прямо можно подняться немножко, как вот тут вот, да, вот тут был бы художник, а тут вот бы печник. Ну, вот тут как бы немножко вот сюда вот так вот подняться, вот это поднять, сюда эту плоскость, вот эту x, y, ну, не знаю, там что-то. И вот оно здесь. То есть, когда есть общий ноль, то от него потом можно двигаться куда угодно. Вот он он. Вот на самом деле надо понять, что эти все оси, они не как-то там, а что ноль-то у них общий, потому что ноль – это такая чудесная... Ну, это база, это база. Это база. Поэтому я всем участникам школы Человек будущего Homo Futuros говорю, мы создадим общий международный язык общий. Да. На базе человечности, потому что, оказывается, когда человек в стрессе, в стрессе, у него сразу включаются эго, сразу включаются инстинкты защиты, самозащиты, беги там и так далее, а когда он выходит на состояние безмятежности, безвремения, бесконечности, как раз-таки он там приходит к этому нулю, к этому вселенскому слиянию со Вселенной, то есть по существу он со своей биографией, со своей историей, со своими стереотипами соединяется с вечностью. Вот то, что всех объединяет. И поэтому на основе развития науки человечности, которая в свою очередь создана на технологии работы с нулевым состоянием, на этой основе, когда мы определяем общечеловеческие ценности, что такое любовь, что такое сопереживание, которое есть у всех, вот есть у всех вот этот ряд качеств, причем эти качества и любовь, сопереживание, и чувство бесценности живого, и счастье быть собой, и счастье выше, это когда и собой, и вместе, коллективный разум, вот это все вместе, оно переплетено в единое качество. Это не отдельный ряд таких слов, отдельно, а одно без другого не бывает. Это единое качество человечности, которое постигается, когда человек выходит из страха, когда из стресса, он выходит из пика напряжения, почему я говорю градусник напряжения, здесь шторм, здесь штиф, когда он выходит с помощью методики ключ на нулевое состояние, и здесь он приходит к себе, то есть по существу он приходит к своему геному творца, который у него, эволюция всех его предметов, происшествующих в стадии поколения, дедушек и бабушек и так далее за тысячи лет, и еще дальше теперь приходит к нулю, к этой, собственно говоря, бесконечности, то есть соединение конкретного с бесконечным, безвременного с современным соединением, и на этой основе вот это вот развитие и у чиновников, и у художников, общих мировоззренческих пониманий, то есть по существу мы единое глубинное мироощущение природы, бесконечности, гармонии в себе, здравого смысла, можем сделать доступным и понятным для всех, то есть создать вот этот единый международный язык, который не зависит от национальности, от религиозной принадлежности, который не зависит ни от чего, ну вот видишь, как я тоже немножко сложновато говорю, а на самом деле, на самом деле надо все это упрощать, упрощать, и наши беседы очень важны, потому что по мере того, как мы занимаемся созданием этой науки человечества, мы начинаем все больше и больше понимать, о чем мы говорим, именно процесс созидания этой науки, он как раз таки является той базовой основой, которая соединяет разных людей на разных концах планеты, что оказывается есть вокруг чего соединяться, оказывается мы все в этом базовом смысле одинаковые, но нам мешает только стресс, который нам включает сразу ограничения какие-то по степени наших возможностей Творца и по степени нашего поведенческого кодекса и так далее. Да, тут религия и тут же язык. Да, тут же язык, да, тут же язык. Значит, у меня вот такое возникло понимание, вот то, что вы сказали, и мне кажется, что вот на этой вот картинке уже можно изобразить. Вот, значит, я хочу сказать, что вот многомерная картинка, но на ней просто рисовать довольно-таки трудно, а вот трехмерная картинка, но мы к ней привыкли, я, наверное, ею буду пользоваться, но на самом деле означает, что если человек всегда всю жизнь двигался по какой-то одной, ну, скажем, условно, печника, вот этот печник у нас, по этой вот оси двигался, он как бы думал, что все остальное вообще не для него, а потом оказывается, что он может прийти в ноль, стать художником, на самом деле он же не перестает при этом быть печником, то есть все его навыки, качества, Компетенции, конечно, конечно, профессиональные. На самом деле он уже не здесь и не вот здесь, там, ну, скажем, печник он был очень хороший печник, а художник он пока какой-то, неважно, какой-то, но на самом деле эта точка в пространстве, она уже находится вот здесь, она не на этой оси, не на этой оси, а потом он, оказывается, еще понимает, что он и петь-то может хорошо, это уже что-то такое музыкальное, скажем, по этой оси, для общего понимания, что речь идет не о том, что мы обязательно хотим сделать всех людей многостаночными, нет, не в этом смысле, в том смысле, что у каждого человека есть еще, кроме того, что у него реализовано, задатки, о которых он не знает, и он может, пробуя, пробуя, с помощью метода ключевого, в профилях деятельности, у нас есть, был такой вебинар, когда человек занимался самоидентификацией, какой род деятельности ему больше подойдет, он пробовал себя моделировать музыкантом, пробовал штангистом, пробовал спортсменом, пробовал еще кем-то, и потом говорит, слушайте, ну теперь я то, что знаю, кем я не хочу быть, чем я еще хочу быть, не знаю, но то, что кем не хочу жить, то есть, не откликнулось, резонанса не было, а вот то, что твое любимое в теории ты своей говоришь, резонанс, ну-ка, давай-давай про резонанс. Знаете, я сначала еще на этой теме немножко побуду, если можно, пожалуйста, значит, то, что вы сказали, совершенно верно, я просто условно называю эту ось печник, художник, а на самом деле мы же можем говорить про науку человечности, то есть, это любовь, благодарность, ценность всего живого, вот они все у нас, эти оси, просто я, как математик, не хочу это сейчас все буквами называть, А, Б, С, там, Д, а вот на каком-то примере, но на самом деле это схема, ну, не схема, а вот это вот понятие того, что все многомерно, оно все многомерно, оно и профессии многомерные, и человечность, то есть, наши человеческие качества, которые встроены, которые у всех есть, вот это вот чувство понятия, благодарность, ну, всякие, всякие разные, или миллион, на самом деле, этих всяких разных понятий. Но я просто хочу сказать, что как только человек начинает думать в этой модели, себя осознавать в этой модели, он уже перестаёт быть точкой на какой-то оси или на другой оси, он сразу делается точкой на плоскости, потом сразу же эта точка оказывается, что он в пространстве, вот эта точка, вот я её красным сейчас нарисую, это вот этот самый человек, но он прекрасно понимает, что он по всем осям движется одновременно. Тут ещё много разных, он по ним ещё не продвинулся, и каждый раз он из многомерности делается ещё более многомерно, всё время добавляются новые оси, и вот это ощущение, эти оси, они потом, их настолько много, что они как-то сливаются, прямо непрерывность какая-то происходит, вот их так много, что ты прямо вот где-то, это как цвет, вроде тут синий цвет, а тут вроде голубой цвет, а между ними, там ещё куча разных же цветов, их всех можно как-то назвать, там лазоревый, васильковый, там я не знаю куда, незабудковый, вроде они отдельно, а потом оказывается, что это вообще вот такой вот спектр, и вот эта вот вся наука человечества, она точно будет, многомерность просто будет увеличиваться, пока мы не поймём, что мы находимся в континууме таком, в таком пространстве, в котором даже эти оси отдельно, хотя не разделяются, но при этом ты находишься всё время в пространстве, можно попасть в ноль, находиться в нуле, в нулевом состоянии, когда благодать, и, видимо, она же и бесконечность, то есть вообще то, что вы сейчас вот говорили, вот у меня картинка возникла, что есть же такое понимание, значит, вот в примитивной математике, когда говорят о какой-то одной оси, на нём, значит, на оси есть все числа, а от нуля до минус, значит, от нуля, тут один, тут минус один, тут два, там, в общем, миллион любые числа, и оно тянется бесконечности, а где эта точка бесконечности? Мы говорим, что на оси, её на оси нет, так вот есть такое понятие в математике, когда замыкается, замыкается, а вот эта вот прямая, которая в обе стороны сюда движется, замыкается на окружность, то есть вот тут у нас ноль, а вот тут у нас добавляется точка, которая называется бесконечность, и она, и она вот как раз тут вот один, тут два, тут три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, они ближе, 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 и тут какие-то уже безумные цифры, но к этой бесконечности двигаться можно ближе и ближе, вот, но на самом деле то, о чём вы говорили, такое чувство, что а давайте вообще не будем ничего отрицательного в нашей модели использовать, то есть не говорить, что этот человек любит, а этот не любит, это тоже какое-то всё равно проявление любви, так давайте ось замкнем, эту вот ось прямую, её замкнём прям саму на себя, вот, сейчас я тут неудачно использовала, значит, вот она была прямая, вот тут, да, вот тут был нуль, а там вот где-то там была бесконечность, вот символ бесконечности я использовала, вот, так давайте эту ось саму на себя замкнём, и вот получается тут был нуль, потом тут был один, тут два, тут три, четыре, а потом оказывается, что бесконечность, она здесь же, в этом же самом нуле, то есть, ты как бы из нуля в бесконечность можешь попасть прям сразу, и вот это вот чувство, и из этого улететь тоже и в другую мерность тоже, то есть вот не один такой будет кружочек, а их много, они будут такие вот все, получается такой как цветок из этих осей, она идёт-идёт от нуля, и сюда-обратно, и раз, и вот это вот, вот так вот, это альфа и омега, знаете, говорят, что вот это вот, ура-борос там, как это вот, говорят, что когда голова и хвост, вот они, вот это вот эта идея, вот она вот, то, что вы выразили, и я вот это на картинке так вот, как бы у меня схематичная, математическая картинка возникла. Я знаю, спасибо тебе огромное, я знаю, что я думаю, тебе надо вместе, давай втроём поговорим, знаешь, с кем? Да. С нашей Наденькой. С удовольствием. Русская лестница. Да. Это Надежда, я её называю Надежда, ты наша. Да. Она же там физик, она там ещё и лирик, там уже оказывается, она там пишет в прозе Ру свои опусы, и я её всё время пытаюсь натолкнуть на то, что мы не все живём в головах друг у друга, и то, что очевидно пишущему, вовсе не очевидно читающему, поэтому надо писать как-то так вот, ну, это вопрос такой вот, очень важный, взаимопонимание, и это имеет отношение к науке человечности, потому что мы сегодня как раз с тобой эту грань вопроса рассматриваем, как создать единый, общечеловеческий, понятный всем язык. Вот это вот потрясающее слово, взаимопонимание, потому что, потому что вот люди как раз и мучаются из-за своих этих всех барьеров, религиозных, языковых, культурных, и вообще вот я вот так хочу, а мнения на этом не так говорят, но вот это вот взаимопонимание, его и надо в центр, вот, ну, там есть любое... Вот, 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 то есть по существу мы с тобой и со всеми участниками школы Чехбурсия, хомо-хутурс, потому и окно в будущее, потому что мы стараемся создать общий международный язык для всех людей и каждого, чтобы мы, люди, могли понимать друг друга, потому что они разбрелись по своим квартирам, своих биографий, своих национальностей, своих предпочтений, своих комплексов, стереотипов, а теперь мы выводим их на общую базовую основу, это состояние нуля и наука человечности, вот мы... и стресс, который всему этому мешает. Вот таким образом, потому что страх, страх сразу включает комплексы, стереотипы, эго, инстинкты самосохранения, это страх, поэтому человек, преодолевая страх, становится личностью, а мы поэтому, мы как раз поможем преодолевать этот страх проще и быстрее, с помощью методов ключ и работы с этим. спасибо тебе огромное, спасибо, я сейчас записи эту запомню, выложу, тебе пришлю. Если можно тебе две минутки сказать. Значит, во-первых, так вышло, что у нас есть опыт двух групп людей, которые уже умеют общаться международно. Во-первых, это музыканты, у которых есть ноты, и там они используют какие-то итальянские слова, там, форта, метца, что-то, но на самом деле они все этот язык знают, и они очень легко, там, неважно, приезжает какой-то американский дирижер без всякого знания русского и тут же начинают с русским оркестром вот на это, потому что есть ноты. И на самом деле математики тоже себе такое создали, потому что... Математики поэтому наука всех наук, как говорится, потому что она универсальная, да, дважды двадцать четыре, которые учили, и даже делали, это серьезно. Эти математики добавили разные значки, квантеры там, и они фактически могут предложения целые записывать в этих... Да, люди обычно не понимают математику, я, например, не понимаю, если лирики, которые не понимают физиков, то... Но ноты же тоже не все читают. Вот поэтому мы единый общий язык мы сейчас сделаем. Он надо, его надо... Он уже почти... Его надо создать, его можно будет очень легко освоить, выучить на небольшой практике, но после этого можно будет на этом языке общаться, поэтому на самом деле язык, к сожалению, придется еще создавать. Вот этот язык, который, ну, с какими-то символами, вот, и объединить математику, музыку, может быть, какую-то еще область, я не знаю, что еще, может быть, кто-то нам... Поэтому все математики, все музыканты, все артисты, штангисты, министры, таксисты, они знают, что такое медитативные техники, они знают, что такое, потому что именно через медитацию они постигают эту роль. Да. Да, они же этим занимаются, просто они не знали о том, что эти техники можно использовать в большем потенциале возможностей. Они просто медитировали, там восстанавливались, но при этом у них расширялось мироощущение, но оказывается, они не знали о том, что, во-первых, могут от таланта у себя открывать, совершенно неожиданно заторможенные. Они не знали, что могут с другими профессиями коммуницироваться, они не знали, как можно, вот начальник его поругал на работе, он пришел домой, и на детях отыгрывается, а он не знал, как можно, вот этим мы занимаемся, то есть, посвящено создание общего, международного языка, единого для всех и каждого. На самом деле, это создание гармонии в себе и с миром. Да, сокращение кризисов и войны на планете и потребности влекаться. Я даже предлагаю схему, все-таки надо синусоиду пустить в символ и там еще сделать маленькую синусоиду, которая резонансно с этим вписывается в количество... А у нас же волна, это же волна, волна, это бесконечность, бесконечность. Да, ну, знаешь, как интересно? И у меня вчера, позавчера ночью возник вопрос, который я никогда себе не задавал, а тебе задам до следующего раза. Ты подумай, а сколько в бесконечности, бесконечности? Мы же представляем себе бесконечность как нечто единое, одно такое бесконечное, безмерное, безвременное. А сколько в этом такого бесконечного? И что за категория такая возникает в высшей бесконечности? Очень многие математики про это думали, в математике, например, есть разные бесконечности, но самое примитивное, это такая бесконечность, которую можно посчитать. Вот сколько... Я имею в виду как категорию, как такую некую реальность, потому что... Ну, мы потом поговорим об этом. Значит, еще раз, насколько бесконечности, бесконечность, как вы сформулировали? Сколько в бесконечности? Если мы представляем себе, что Вселенная, допустим, бесконечна, ну, а сколько в этой бесконечности, может быть, еще бесконечности, и как они могут выглядеть? А мы уже поговорили, Хосе Магомедович, мы же уже поговорили, вот же, я же говорила, вот тут много-много-много осей, и они все друг с другом начинают сливаться, получается, спектр осей. И там этих бесконечностей, по каждой оси можно улететь в бесконечность. Правильно. Вот мой друг говорил, если раньше говорили, основой мира является атом, атом, а он говорит фотон. У меня друг есть, наверное, большой ученый, выдающийся, а он говорит фотон. А фотон одновременно корпус, то есть частица, и одновременно волна. Да? Да, и мы в следующий раз поговорим о резонансе, твоя любимая тема, поговорим о резонансе. Я еще хочу с надеждой, может быть, тоже вы... Да, 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 вот я сейчас предполагаю озвучил, чтобы она была в курсе, и поэтому давайте списывайтесь, да. И вы ему и телефончик скиньте там, пожалуйста. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. До встречи, спасибо, до встречи, запись пришел, до встречи, спасибо. Огромное спасибо. ну тогда до свидания на сегодня. До свидания, всем привет, да, всем привет. Так. субтитры, Продолжение следует...